В эфире новости губернии. Здравствуйте в студии Татьяна Дрожевкина, Руслан Ашуков и в начале выпуска коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместо трех полос в сторону из города теперь только одна. И еще одна в обратном направлении. На пересечении Новосадовой и Советской армии режут асфальт. Вот идет тяжелая артиллерия. Из-за прорыва подземного водовода возникла угроза подтопления грунта и провала асфальта. Точной причины аварии пока не установлены. Но, скорее всего, по словам коммунальщиков, здесь все вполне предсказуемо. Износ коммуникаций. Хотя в этом месте совсем недавно, меньше года назад, трубы уже ремонтировали. Ну, что я могу сказать? Ну, наверное, износ коммуникаций. Менялись с одной стороны дороги половину. Копаем еще, ищем. Найдем, устраним причину. Все. Вода у людей есть. По временной схеме обеспечивается. Впрочем, тут коммунальщики не договаривают. Избежать отключения совсем все-таки не удалось. Без воды остались семь жилых зданий. После обеда во двор 297-го дома по улице Новосадовой приехал бойлер. Один на всех. И выключили, ничего не сказали. Вот. А когда позвонили в ЖКО, сказали, водоканал выключил воду. Стали звонить в водоканал, они сказали. Сказали, что мы имеем право выключить воду, сколько хотим. И повесили трубку. Вот у меня ноги больные, а больные вот в такой бутылочке ношу. Здесь нужно вообще все коммуникации менять. Дома-то постройки 60-е годы. Ну вот они латают в одном месте, где прорвется. На следующий раз уже в другом месте. Но это же нужно менять полностью систему. Все сгнило. Метр за метром, чтобы докопаться до самой сути. Скрытый прорыв на глубине 5 метров прежде нужно найти. А водители уже с утра ищут объездные пути. Прорыв водовода диаметром 600 миллиметров произошел около 10 утра. В 10.30 этот участок дороги уже был частично перекрыт. Но высотовая встала и на этот раз, видимо, надолго. Как сообщает в ГорГАИ, движение будет ограничено минимум на три дня. Прогнозы коммунальщиков более оптимистичные. Обещали справиться за сутки. Татьяна Потоцкая, Александр Дмитриев, Дмитрий Алатарцев. Новости губерния. Самарский двигатель НК-33 успешно прошел огневые испытания первой ступени ракеты-носителя «Антарес». Об этом сообщает пресс-служба завода «Кузнецов». Специалисты самарского предприятия оказывают техническую поддержку проекту с американской компанией «Аэроджет». Напомню, в январе этого года «Кузнецов» подписал договор с «Аэроджет» на поставку 50 вновь изготовленных двигателей НК-33 до 2020 года. Авиакор планирует приступить к производству грузовых версий Ан-140. Потребность в таких самолетах имеется у силовиков, и Самарский завод готов взяться за дело. Об этом на встрече с губернатором Николаем Меркушкиным доложил Алексей Гусев, руководитель предприятия. Точных сроков пока не сообщают, только ориентировочные. В 2014-м, возможно, будет выпущен самолет с расширенной боковой дверью, а в 2016-м так называемая рамповая версия Ан-140С. Все эти модификации потребуют изменения конструкции. Это уже вопрос интеллектуальной собственности. Так вот, в нем, сообщил Гусев, договоренность с украинским конструкторским бюро Антонов достигнута. Уточню, что кроме Минобороны потребность в легких транспортниках есть у МЧС, МВД, ФСБ и у Роскосмоса. Всего около 100 самолетов закажут силовики. И здесь у Авиакора есть проблема – большая конкуренция с другими заводами. Николай Меркушкин пообещал пролоббировать интересы и принести госзаказ именно на самарское предприятие. В Самару из конструкторского бюро Ильюшина привезли техническую документацию на Ил-2. Работы по его реконструкции продолжаются. Напомним, легендарный штурмовик доставили в регион в октябре прошлого года. И вот теперь команда волонтеров заполучила необходимые документы из архива московского предприятия о том, каким деталям самолета, пролежавшего 70 лет в новгородских болотах, дадут новую жизнь. Эксклюзивный репортаж Александра Майорова. В углу помещения на станине неказистая на первый взгляд деталь, напоминающая ржавую стальную бочку. Это самая технологически сложная часть знаменитого штурмовика Ил-2, его бронекапсула, защищавшая летчика и бензобаки от пули осколков. В годы Великой Отечественной бронекорпуса выпускал эвакуированный в наш город механический завод. Всего над производством Ил-2 трудилось около 20 местных предприятий. Винты из шасси, пулеметы ШКАС, приборы штурмовика – все это выпускали в разных местах. Конечная сборка машин шла на авиационных заводах номер один имени Сталина и номер 18 имени Ворошилова. Пилот сидел вот здесь. Здесь находился фонарь, переднее бронестекло, переднее бронестекло, фонарь кабины пилотов. В борту капсулы зияет пробоина от пушечного снаряда, а бронеплита, когда-то прикрывавшая спину пилота, имеет вмятины от пулеметного залпа. Скорее всего, штурмовик преследовали немецкие истребители, обстреливая сзади, но не смогли уничтожить. Возможно, что летчик пытался дотянуть до своих, но, осознав далеко не уйти, пошел в свою последнюю штурмовку немецких позиций. Ил-2 погиб от снаряда мелкокалиберной зенитки, взломавшего бор штурмовика практически в упор. Из 12 основных самых крупных бронелистов, из которых состоит, собственно, бронекабина, в целом состоянии и недеформированным осталось только 4 бронелиста. Остальные, вот как мы видим, имеют очень сильные повреждения, деформированы, расколоты. А топливный бак, всего на самолете их было 3, изготовленный из алюминиево-магниевого сплава, несмотря на свой неказистый вид, еще может послужить в деле восстановления машины. Перед нами топливный бак передний самолета. Мы видим, он покрыт протектором резиновым. Здесь, кстати, использовался натуральный каучук. Этот протектор уменьшал течь топлива в случае прострела бака пулями. Вот, мы видим, этот бак деформирован взрывом. Мы можем видеть, вот сверху находится заливная горловина основного топлива. И вот здесь заливная горловина, маленький бачок, внутри вставлен к пусковому топливу. Возможно, бак снова оживет. Ободрав об резинку и добравшись до алюминия, реконструкторы смогут не только восстановить первоначальную форму, но и, возможно, запаять его. А вот и стабилизатор хвостового оперения. В годы войны его выполняли из таких узких полосок, которые сначала нарезали, а потом склепывали друг с другом. Трудозатраты были значительные, но расход металла гораздо ниже. Работы ведутся не только по восстановлению деталей, но и по их идентификации. Добровольцы просят ветеранов авиационного завода в военные годы, собиравших Ил-2 в Куйбышеве откликнуться и помочь советам. Множество деталей, извлеченных из болота, нуждаются в опознании. Кроме того, у них накопились вопросы по технологиям, которые использовались в военные годы. Ведь многое оборудование сегодня можно встретить, разве что в музеях. Мы следим за ходом реставрационных работ. Александр Майоров, Андрей Кривопалов. Новости губернии. Выставка военной техники, рыцарские турниры, испытания на меткость и военная каша со сладким чаем. Так отметили в Самаре 23 февраля. Празднику в истории страны. 91 год. Сегодня он не просто профессиональный, но и всенародно любимый. В столице региона этот день по традиции начали с возложения цветов к вечному огню. День защитника Отечества в Самаре начинается на площади славы у вечного огня. По традиции торжественная церемония открывается с минуты молчания в память о погибших. От имени губернатора Николая Меркушкина цветы к вечному огню возлагает председатель правительства области Александр Нефёдов. Почтить память погибших пришли, несмотря на морозную погоду, около тысячи человек. Перед барельефом родины матери почетным караулом выстроились солдаты и сержанты армии, сотрудники МЧС и полиции. На самой площади собрались кадровые военные, ветераны и курсанты. В честь праздника над площадью пролетает Як-52. Это праздник во славу подвига во имя независимости Родины, нерушимости ее рубежей. После церемонии многие отправились на автоматизированный автодром Досаав. На одной площадке собраны почти все традиционные мужские увлечения. Каждый пробует себя на меткость. Метание ножей, стрельба из лука и арбалета, пневматический тир. Здесь же по соседству можно на скорость разобрать и собрать автомат Калашникова. Участие в конкурсах и соревнованиях принимают не только мужчины. Это я не для женщин, это для мужчин. С праздником вас, мужчины! Выставка военной, гражданской техники и боевого оружия – один из главных козырей праздника. Каждый желающий может подержать гранату, прицелиться из пулемета по воображаемому противнику и сфотографироваться с боевыми машинами. Яна еще в детстве увлекалась лошадьми. Теперь она курсант Досаав. Учится управлять железными конями. Я пришла сюда для того, чтобы научиться на такой технике, чтобы ей управлять, научиться. То есть для меня это важно. Я считаю, что это мой долг – так же служить отечеству, как и мужское население. На протяжении всего дня желающие пробуют свои силы в умении вождения автомобиля. Но особой популярностью пользуется полевая кухня. В праздничном меню от военных поваров – гречневая каша с мясом и горячий чай. Вкусная каша? Да. Нравится? Да. Как солдат. Руслан Ишуков, Александр Каракулько. Новости губернии. Строительство перинатального центра начнется уже в этом году на территории больницы Калинина. Самара по-прежнему в числе регионов, где действует федеральная программа по ранней диагностике патологии у беременных. Кабинет УЗИ, пять лабораторий и современное оборудование в наличии. В медико-генетическом центре, который обслуживает всю область, не хватает только места. О новейших технологиях, которые пока стеснены квадратными метрами, в нашем сюжете. Валентина на УЗИ впервые. Срок – 12 недель. Приехала из Челновершинского района. Получила направление на пренатальный скрининг. Проще говоря, раннюю диагностику. И вот первое фото для семейного альбома. Вот это головка. Видишь, носик беленький. Это губки, ротик. Вот это половой бугорок. Это животик, головка, ножка. Сразу после УЗИ на анализы. Прежде всего сдать кровь на биохимию. И в этой крови с помощью сложных биохимических реакций мы определяем содержание белков, но не женского организма, а организма плода. Именно плод и плацента выделяют эти белки в кровь мамы. Раньше на пренатальную диагностику направляли только группу риска. Женщин старше 35-ти, страдающих хроническими или тяжелыми наследственными заболеваниями. Теперь такое комплексное обследование проходят все беременные. В регионе третий год действует соответствующая федеральная программа. Обязательно успеть в период от 11 до 14 недель. Ежегодно во время таких исследований в регионе выявляют до тысячи различных патологий. Но главная цель — предупредить. О прерывании беременности речь идет лишь в исключительных случаях. Выбор, конечно, остается за самой женщиной, но врачи уверяют, даже с серьезными врожденными заболеваниями сегодня можно справиться. Всего в центре пять лабораторий вот такой биохимический автомат, который может одновременно обрабатывать до 80 образцов. Но самое главное — делает уже компьютер. Сюда стекаются результаты всех анализов. В учет берут даже рост, возраст и вес женщины. А специальная программа уже сама рассчитывает возможное возникновение патологии. В медико-генетический центр больницы Калинина приезжают со всего региона. Все необходимое оборудование в наличии. Только пока не хватает места. Их специалистов — всего четыре врача генетика. Уже в этом году здесь же на территории начнется строительство областного перинатального центра. Татьяна Потоцкая, Александр Дмитриев, Новости губерния. Продолжаем выпуск. Первая сотня наградили победителей 15-го ежегодного конкурса «Женщины Самарской области». 96 жительниц региона стали лучшими в 17 номинациях от госуправления и бизнеса до науки и культуры. Татьяна Пудова брала пример самых влиятельных, обаятельных и привлекательных. От утюжной формы, белоснежной перчатки волнения нет, но лица сосредоточены. Так курсанты встречают лучших женщин в Самарской области. От Светланы Коповой зависят судьбы многих. Она руководит школой в селе Васильевка в Ставропольском районе. Постоянно у руля. Работа и семья идут параллельно. Везде надо успеть. Ну, хватает времени. Хотя не хватает времени. Я не позволяю полежать себе на диване. Это вообще нет, это недопустимо. А хватает времени на мои грядки, на мои розы, на цветники мои огромные. А вот Надежду Шиповалову коллеги выбрали на должность председателя собрания представителей Большечерниговского района. До того, как стать председателем, я 30 лет отработала врачом-педиатром, заместителем главного врача. Около 15 лет районным педиатром. Поэтому, в общем-то, работа с населением мне очень знакома. Это все родное. И поэтому я перешла, когда на государственную, вот эту должность. Мне было не так трудно, как если приходят просто обыкновенные, например, домохозяйки. И таких женщин здесь на награждение в Самарской филармонии 96. Каждая нашла близкое по духу себе занятие. Министр здравоохранения Геннадий Гридасов зачитал поздравительное письмо губернатора Самарской области. Мы, мужчины, бесконечно благодарны вам за то, что вы наполняете мир своей добротой, душевным теплом, нежностью и любовью. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейных радостей, мира и спокойствия в доме. 15-й год в акции «Женщины Самарской области» награждают тех, кто проявил творческий подход и социальную ответственность. Насколько далеко они продвинутся, зависит уже от способностей и желания. Главное, не следовать стереотипу, что женщина-руководитель – это только мужчина в юбке. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатрцев, Новости губернии. Известный российский композитор и певец Дмитрий Маликов начинает с Самары свой новый проект «Уроки музыки». Это интерактивное шоу для детей, делающих первые шаги в искусстве. Затем музыкант направится в другие города Приволжского федерального округа, в перспективе объехать с программой «Всю Россию». На первом уроке музыки побывал наш корреспондент Иван Попов. Даша Мацагиря – будущий хирург. Музыка для нее лишь хобби. На предложение преподавателя своего музучилища сыграть вместе с Дмитрием Маликовым откликнулась сразу. Говорит, сам выход на сцену – это драйв. Каждый раз такой эмоциональный заряд, столько эмоций и, ну не знаю, просто как. Это какой-то стимул продолжать вообще заниматься этим. Все равно это более профессиональный уровень, ну, более качественно ты можешь реализовать себя. И даже если у меня не получится в основной профессии, которую я хочу, я всегда смогу в музыке остаться. Остаться в музыке – именно это и хочет сказать Дмитрий Маликов своей новой программой. Для этого артисты используют не только рассказы о своем профессиональном становлении, но и главное оружие – музыку. Действительно, профессия музыканта требует колоссальных усилий, огромных. Вот, ежедневных. И это не очень благодарная работа. И сегодня все хотят быть юристами, бизнесменами, экономистами. Да, и такие тренды поменялись. Но опять же повторюсь, что в стране не может быть только юристов-экономистов, понимаете. Вот, в стране должна быть интеллигенция. Автор идеи уроков музыки – сам Маликов. Его поддержал полпредпрезидента Михаил Бабич, предложивший начать турне именно с городов ПФО. Министерство культуры Самарской области с большим энтузиазмом взялось за подготовку стартовой площадки нового шоу. Вот как себя ребенок чувствует, когда стоит с таким мастером? Он будет помнить на всю жизнь. Я думаю, что он выберет профессию именно в культуре. И нашу Самарскую губернию прославит. И будет вспоминать, что в таком-то году у него была возможность. И вот он только тогда принял решение, вот именно быть таким, как мастер, который был рядом с ним. Следующим пунктом в творческом путешествии Маликова станет Тольятти. Затем у Фастерли, Тамак и Оренбург. Самарская область тем временем будет готовиться к старту еще двух-трех проектов с участием прославленных отечественных исполнителей. Иван Попов, Александр Дмитриев. Новости губернии. Турин, Ванкувер, Лондон. Выставка факелов девяти последних Олимпийских игр побывала в Самаре. А вместе с ней возможность побороться за звание факелоносца. В регионе собрали уже более полутора тысяч заявок. Их продолжают принимать на сайте Минспорта. Эстафета стартует в стране 7 октября этого года. И уже в декабре символ пронесут по территории Самарской области. Каждый регион, каждый человек сможет вписать себя в историю и рассказать. Рассказать о своем регионе, о своих достижениях, о своем любимом городе. И Самарскую область объединит не один город, как большинство регионов, а целых три. Сызрань, Тольятти и Самара. Один из самых проблемных малых моногородов региона Чапаевск окажется в зоне пристального внимания руководства области. Во вторник туда приедет губернатор Николай Меркушкин. Он побывает на оборонном предприятии и затем встретится с жителями. Прямую трансляцию этого диалога можно будет посмотреть в эфире телеканала «Губерния». Начало 26 февраля в 17.00. И на этом у нас пока все новости. Впереди вас ждет прогноз погоды. До свидания. Генеральный партнер прогноза погоды – Восточный экспресс-банк. По Волжье укрепится антициклоны Скандинавии с холодными воздушными массами, из-за чего в регионе установится сухая морозная погода. Температура воздуха – минус 13-16, переменная облачность. Ветер подует северо-запада со скоростью 3,8 метров в секунду. На севере-западе области 5-10 мороза, в восточной и южной части региона ненамного теплее – 7-9, со знаком минус. В Самаре температура ночью 13-16, мороза облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Днем в Самаре-Тольятти около 7 градусов ниже нуля, облачно, осадков не ожидается. Успейте на распродажу! Только с 25 февраля по 2 марта кредиты по специальной цене. Во всех отделениях Восточного экспресс-банка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова